В эфире новости Дагестан, в студии Зухралиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Когда воздух виден, это не просто плохо, это вредно. Жители пригорода Дербента жалуются на тучи бетонной пыли. В ситуации разбирались наши корреспонденты. В памяти о великом поэте будет жива всегда и везде. Во Владивостоке отметили столетие Расула Гамзатова. Нокауты, болевые приемы и неожиданные развязки. В Махачкале завершился седьмой международный турнир Лиги ЮФЛ. Около 50 миллионов рублей направит правительство России Дагестану на мелиорацию сельскохозяйственных земель. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Государство окажет поддержку в сфере сельского хозяйства всего 26 регионам России. В республике на 50 миллионов рублей построят и обновят оросительные и осушительные системы, гидротехнические сооружения, а также расчистят земли от древесины и травы. Благодаря этому аграрии смогут ввести в сельхозоборот новые площади. Денежные средства наш регион получит до конца года. Жители пригорода Дербента по улице Гагарина, 130, жалуются на тучи бетонной пыли. Завод по производству тротуарных плиток и брусчаток расположился в центре густонаселенного квартала. Работы, по словам людей, проводятся без соблюдения нормативных требований и в открытом пространстве. Выбросы негодуют горожане, буквально травят им жизнь. В продолжении темы сюжет наших корреспондентов. Грохот строительной техники, грязь с плотным слоем, оседающая на окнах. С такими условиями приходится мириться с жителем этого квартала на протяжении пяти лет. Люди говорят, обращались в разные инстанции, но толку нет. Насколько вредны эти выбросы, непонятно. Экспертизы никто не проводил. Но ясно пока одно. На местных жителей тучи бетонной пыли сказались. Уже нескольким людям поставлен диагноз астма. Конечно, это весь пыль и на здоровье влияет. Вот у моей сестры муж заработал себе астма. Там рядом живет тоже. Дышать не может. Балконы убирать мы не успеваем. Пыль бывает каждый день. Надо вытереть утром, надо вытереть вечером. Куда ветер дует, туда вот эта пыль. Все несет туда. На верхнюю сторону к ним. Сюда. Очень грязно. Посмотрите сами, цветы в каком состоянии. В каком состоянии вот это все. Очень некрасиво, не знаю. Дышать, задыхаемся. Весь пыль, все глотаем. Это очень плохо. Садится пыль, окна, все вытираем. Толку нет. Опять садится. Ветираем. Вот это все, пакость дома. Жалуются не только местные жители, но и туристы. Здесь рядом расположена гостиница, постояльцы которой также испытывают массу неудобств. Номер красивый. Здесь и гостиная, и спальня, два телевизора. Прекрасный душ. Отдыхаем очень хорошо. Но вот есть небольшое неудобство. За окном стучат, говорю, не всегда уснешь. Пыль летит. Вот это маленько мешает. А так вид на горы. Вот хорошо бы здесь вот это сгладить, и было бы прекрасно просто. Вчера вечером я буквально сделала упорку. Сегодня у нас заселение. То есть перед заселением я должна опять пройтись тряпочкой, все вытереть, потому что невозможно. Вот, вчера делалась упорка. Все с цеха летит к нам сюда. Вот стулья. Пожалуйста. Просто некрасиво оставить вот так, чтобы туристы пришли все равно отдыхать, хотят расслабиться, хотят чистоту. То есть утром просыпаются туристы, да, открывают окно, хотят проверить свежий воздух. Не получается. Летит пыль, шум. Люди надеются, что Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха на месте выбросов, а в цеху проведут масштабную проверку. Лариана Шемхалаева, Патимат Ханапова, Магомед Магомедов. Новости ННТ Дербент. В Махачкале продолжается строительство парка культуры и отдыха в Эльтавском лесу. Общая площадь территории составляет почти 22 гектара. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города. При обустройстве максимально сохранены все деревья и кустарники. Произведена санитарная обрезка, проложены ливневые сети. На данный момент готовность центральной части парка составляет 99%. Завершение работ планируется до конца этого года. Проектом предусматривается создание парка нового типа с прогулочной зоной, игровыми и спортивными зонами для различных возрастов. Цель проекта создать природный кластер по типу дикого парка с максимальным сохранением природного ландшафта и насаждений. Во Владивостоке отметили столетие великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Машлавное мероприятие прошло во Дворце культуры железнодорожников. На праздник по инициативе муфтия Дальнего Востока Рамазана Хазрата Алиева прибыла делегация из Дагестана. Это представители органов власти, духовенства, спортивного сообщества и известные исполнители нашидов. Изюминкой мероприятия стал розыгрыш путевок на родину Расула Гамзатова в солнечный Дагестан и на святые земли для совершения малого паломничества Умра. Нокауты, болевые приемы и неожиданные развязки. В Махачкале завершился седьмой международный турнир Лиги ЮФЛ. Профессиональные поединки проходили на территории конно-спортивного клуба «Зебра». Чем запомнился вечер боев, расскажет Курбан Рагимов. Ему слово. Пришел, увидел, победил. Около двух минут потребовалось Магомеду Магомедову, чтобы одержать свою девятую победу в профессиональном ММА. Боец московского филиала клуба «Юниверсал Файтерс» задушил соперника из Грозного Зураба Хациева. С недавних пор Лига ЮФЛ разыгрывает по СА и ученик тренера Шамля Абдулаева намерен стать обладателем титула в наилегчайшем весе. У меня здесь уже пятая победа подряд. Пятый финишер у меня. Для этого я попросил в лиге, чтобы мне дали на 57 килограмм реально хорошего бойца, которого все знают, такой знаменитый. Чтобы я готовился, я выйду с ним. Я потому что уверен в себе. Чтобы готовиться, я буду здесь с тренером моим, моими друзьями, спарринг-партнерами. Я выйду с ним. 57 дубов. Бойцы из России, Ирана, Бразилии и азиатских стран. Всего 8 поединков. Турнир, прошедший под открытым небом, собрал около 3000 зрителей. Публике было на что посмотреть. Это и яркие нокауты, и мастерски исполненные болевые приемы, а также трехраундовые бескомпромиссные битвы. В такой атмосфере молодые бойцы проходят своего рода обкатку, а Лига ЮФЛ дает им шанс выйти на новый уровень и заявить о себе. Мы тоже начинали с таких же турниров, чтобы набираться опыта. Мне здесь все очень нравится. Хорошая площадка, такой как Колизей получился. Мне очень нравится. Я думаю, ребята очень сильно это заряжают, как настоящие воины дерутся. Мне очень нравится на самом деле. И ребята, видно, заряженные, показывают хорошие бои. Все бои заканчиваются досрочно. Что может быть лучше? Конечно, хорошо, что у клуба есть такая возможность помогать бойцам, как делать бои. Потому что очень много сегодняшний день бойцов, а тем более в Дагестане, которые сидят без боев. Но они очень серьезного уровня бойцы на самом деле. Их никто еще не знает, но, дай бог, я думаю, они еще заявят о себе на мировой арене. Есть у нас в планах часто провести такие турниры. И как раз для молодых бойцов, чтобы себя показать, проявить себя. Поэтому с каждым разом будут очень такие конкурентные бои тоже. И да, однозначно. И я не ожидал, что реально очень много людей пришли сюда смотреть. Вы сами видите, все стоя смотрят там. Я думал, мало людей будет, но не ожидал, что столько людей придет. А имея качество турнира, я думаю, они еще больше и больше будут проходить. Во втором по значимости поединке вечера Муса Абдурахманов уступил бойцу из Кабардино-Балкарии Алану Макитову. А споры по итогу главного боя утихнут еще не скоро. Встреча Руслана Нажмудинова и Кейвана Ризаи завершилась в первом раунде, когда иранец отправил нашего бойца в нокдаун. А рефери немедленно вмешался и остановил поединок. Сторона дагестанца с этим осталась не согласна. Руководство лиги назначит спортсменам незамедлительный реванш. Реванш, вы купите на меня, Муса. Главное, чтобы человек порадовал, он выскочит на реванш. Изначально, конечно, турнир планировался в Дербенте. Это фонтан, главный фонтан республики. Там мы не смогли довезти, потому что были дорогие гости из правительства нашей страны. Поэтому мы принесли наш турнир на Хачкалу. Я думаю, эта локация, это новая локация для всех. Эта локация понравилась всем и в дальнейшем можно планировать. Летний свой номерный турнир именно на этой локации. Следующий наш номерной турнир мы планируем в конце ноября в одной из стран Европы. И в декабре один из завершающих турниров этого года в Москве. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин